Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Несмотря на то, что данный видеоролик будет о другом проекте, о другом сервере, о другом руководстве, и тут будут фигурировать другие ютуберы того проекта, о котором я буду говорить, в общем-то, немного я запутался, возможно, даже вы немного запутались и не всё поняли. Несмотря на всё это, я бы вам всем хотел сказать, хотел бы, возможно, даже заявить, что я играю на проекте Arizona RP на сервере Phoenix. IP данного сервера, а также мой никнейм DanteConnor, по которому при достижении вами 5-го игрового уровня вы сможете получить целых 300 тысяч вертов, находится в описании под данным видеороликом. Поэтому, как бы, заходите, регистрируйтесь, играйте, и система вам в автоматическом режиме, система, блядь, система, вам не нужно будет никуда писать. Сама система вам выдаст целых 300 тысяч вертов, поэтому мне не пишите после того, как достигнете там вот этого вот 5-го левела и всего прочего. Система вам всё сама выдаст. Так вот, сегодня я бы хотел поговорить немножко про тему, которая меня не касается, хотя нет, пизжу, абсолютно любые темы, происходящие в GTA Samp сегменте, меня касаются. Ровно так же, как и вас, ровно так же, как и всех остальных людей, которые существуют на данной планете, всех их данные темы касаются, потому что они все в той или иной степени находятся в одном болоте под названием GTA Samp. Поэтому имеют полное право на обсуждение всех этих тем, в общем-то, как и любые другие люди. Так вот, дело в том, что на Samp.RP до недавнего времени донат представлял собой только донат в игровую валюту. И мне ещё, наверное, в году так, 2015, возможно, 2016, показалось, что это немного странно. Я понимаю, когда абсолютно все проекты в GTA Samp имели вот такую похожую модель, когда задонатить можно было только на верты. Но на Samp.RP такая вот модель того, что за деньги можно купить только верты, она как бы, ну, хуёвая, да? То есть, потому что денег с этой самой модели, когда человек может купить себе только какие-то, блядь, виртуальные вот эти вот деньги, которые абсолютно точно никому не нужны, которые там, блядь, можно миллиардами выигрывать либо проигрывать в казино, они как бы никому не нужны. Вследствие этого проект теряет очень большие деньги. Когда я увидел видеоролик Андрюха Киевского, моя самая первая мысль была о том, что, блядь, ну неужели? Ну, наконец-то ведут какие-то новые вот эти вот вещи, новые вот эти вот поправки и всю прочую хуйню, и уже, наконец-то, будет нормальный донат на Samp.RP. Вот такой же примерно донат, как на Аризоне. Как лично мне кажется, на Аризоне проиллюстрирован идеальный пример доната. То есть, то, как должен выглядеть донат, это к Аризоне. Как лично я считаю, в нашем капиталистическом обществе так сказать, вот эти вот все зажиточные капиталисты, они должны испытывать некое такое, знаете ли, превосходство над низшим классом, который не может себе позволить закинуть в игру какие-нибудь там, я не знаю, несчастные тысячу рублей, две тысячи рублей, там, пять тысяч рублей, ну ладно, пять тысяч рублей это дохуя, какие тысячи рублей, какие две тысячи рублей. Но лично я считаю, что донат, он должен быть, и он, несомненно, помогает проекту. На донат там оплачиваются ютуберы, на донат оплачиваются сервера, и на донат оплачивается абсолютно все, что вы видите на этом самом проекте. То есть, скриптеры, вот эти вот маппинги, там, блять, прочие, системщики, вот эти вот, это все оплачивается за деньги с доната. И когда я начал смотреть данный видеоролик, пришел к такому тайм-коду, когда там Андрюха Киевский говорил о том, что донат будет... Как бы, Флэйзи Фэд сказал, что донат на сам про П, он будет построен таким образом, чтобы не было прям такого большого превосходства. Я охуел и подумал, ну как же это так, блять? Единственное, что я вам скажу, мне нравится политика Флэйзи. Он хочет обновить донат, но в то же время он хочет, чтобы донат был ненавязчивым и не давал явных преимуществ игрокам, которые вкладывают реал в игру. Ну как же нахуй это так-то? Ну мне вот это вот было непонятно. Как можно сделать донат, который будет как бы, блять, ну без привилегий, да? То есть, чтобы и низший слой населения сам про П как бы не оставался там при своих вот этих вот всех имуществах, не был унижен и так далее. И чтобы, так сказать, высший класс капиталистический, он был удовлетворен всеми благами, которые им представляет вот этот вот самый сервер, вот этот вот самый проект в лице Флэйзи Фэда, Дони Хайеса, там Вячеслава Иванькова, всех прочих людей. Ну каким образом? Ну то есть, ну это невозможно. Это какая-то, блять, я не знаю, антиутопия. Нет, блять, утопия. Утопия, наоборот, да. Или как, блять? Я думаю, вы меня поняли. Вот это Горгород, блять, вся прочая хуйня. Вот. И мне стало немного, ну непонятно, каким образом вообще всё это собираются реализовывать. Однако, несмотря на всё это, я во всём этом СамПРП поддерживаю. СамПРП это всё-таки мой один из первых проектов, блять, я точно не помню, с какого проекта я начал игру. То ли это был Advanced Roleplay Orange, то ли это был там 11-й проект СамПРП, 11-й сервер СамПРП, или, блять, 14, блять. И я не помню. Я начал игру в СамП очень поздно, и, так сказать, закончил её слишком рано, чтобы вы всё это прекрасно понимали. Вот буквально где-то я меньше года, наверное, проиграл в этот самый СамП, и потом уже понял, что, ну это какая-то хуйня, это какая-то клоака, и нужно снимать СамП-обзоры. Вот. Однако, несмотря на всё то, что я сказал раньше, про вот этих вот всех капиталистов, социалистов, блять, коммунистов и всех прочих, я посмотрю на то, что СамПРП сможет сделать вот с этим самым донатом. Как он вообще всё это реализует, и будет ли это пользоваться хоть каким-то спросом, потому что на Arizona Roleplay не все донат-услуги пользуются спросом. Допустим, в военном билете многие не видят какого-то толка, хотя некоторые всё-таки предпочитают купить военный билет за Азакоин, нежели там сходить в армию и сделать какие-то прочие вещи. Вот. Но поживём, увидим, как говорится. Несмотря на то, что сейчас я говорил тут про СамПРП аж целых 6 минут, я бы хотел вам напомнить, что по айпишнику в описании вы сможете зайти на Arizona Roleplay сервер Phoenix, ввести мой никнейм DanteConnor и получить при достижении вами 6-го левела 300 тысяч вертнов на руки своего персонажа. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok